Друзья, привет! Мы из Украины! Доброго дня! Доброго ранка! Украина, мы только встали. У нас ранок. Кто-то там пищал, крещал и выезжал. О, да. Вот эта маленькая. Чуешь, маленькая? Вставай, давай готовь мне ести. Мама, вставай. Чего? Как твоего крутого звуть? Этого разового медведя? Эта лула моя. Да? А кто тут еще ниже лежит? Льолик. Друзья, тут еще один пассажирчик маленький. Я бы вам показал, так хочется уже засветить его красивую мордашку. Если вы его увидите, то вы в него влюбитесь. Я вам скажу. Он такой маленький, он такой крутой. Вообще просто... У меня все его обожают. Такой булочкой он назвал. Такой крутой. О, 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 о. Все, она проснулась. Он слышал, что о нем идет речь. Да, 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 да. Про нем. Цей маленький бублик, блин, я не знаю, он такой классный. Он такой классный, цей маленький бублик. Я красивого сына тебе родила? Да, ты мне очень красивого сына родила. Мало того, так как бы он не был, он все равно это мой сын. Это человек, это маленькое счастье, это маленькое сыночко, которое я ждал из своего жизни. Знаешь, как я ее люблю? А вот тебя я люблю больше. Угу. Бо ты мне сам на самом. Угу. Да. Я тебя очень сильно не люблю. Ничего не сравняется мне с чем я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя буду любить во всех святах. Ах! Даже когда моя жизнь будет заканчиваться, я все равно тебя буду любить и до остального. Да? Угу. Сто процентов, да? Сто процентов. Угу. Ты это не вырежешь? Угу. Конечно нет. Угу. Это только ты можешь вырезать. И она мне тут такую промову давала, такие слова мне говорила, насколько она меня любит, почему она меня любит. А я тебя не запрещала снимать. Ты что-то сам не додумала. Ну ты мне сказала, не надо этого снимать. У меня камера засняла. Цележи уже, наверное, не сохранишь. Ну то я просто заснущалась. А так вообще мог быть. Угу. Угу. Тут такие диферамбы были. Я же тебя же как я говорила. Да, это мне... Она мне часто говорит, за что она меня любит, как она меня любит, что она без меня жить и ты не можешь. Угу. Старажаня говорит, что я... а он перестал говорить о том, что я его люблю. Не. Мы друг другу часто кажем такие речи. Мы вообще, друг другу постоянно... Я не знаю... Я могу среди ночи проснуться и сказать, что я ее даже сильно люблю. Так же самое... Ну, она мне так, конечно, не кажет, но... А! Я тебе всегда говорю. А я тебе не говорю? Говоришь. А почему тебе не нравится? Ты хочешь, чтобы я тебе говорила об этом чаще? Да. А что тебе не хватает слов, обнимаешь, поцелуешь? Нет, мне все хватает. Даже сердце. Не хватает тебя, потому что ты постоянно приходишь, говоришь, что я тебя, наверное, гораздо люблю. Почему ты так говоришь? Что именно тебе не хватает? Слов любить или не хватает? Они все, от тебя меня всех хватает. Поцелуешь, обнимашек. Нет, всех хватает. А почему ты так говоришь? Не знаю. Просто скажи. Ну так узнаешь, скажи мне об этом, пожалуйста. Что у вас там произошло? Не знаю ничего у вас. А у вас что произошло? Выключай. Ага. Выключай. Ну, Женя. Ага. Ну, хватит. Чего ты стесняешься? Чего ты такая стесняшка? Ты такая милая, когда ты стесняешься. Тебе так все любят за это. Ты такая просто милашечка. Да? Да. Ну, Женя. Ну, что? Ну, хватит. Ты близко очень приходишь. Ладно, ладно, моя котечка. Моя девочка моя. Все, все, не нужно. Выключай. У тебя камера крутится прямо куда? Да? Ну, она не хочет видеть то, что я делаю. Да? Киша. Женя, все, не хочу. Катюня, да. Хватит. Все. Давай, кто кому завтрак и готовит. Ты мне. Да я тебе каждое утро ранок приносил. Нет, ты только вчера сделаешь. Ну хорошо, Женя. Когда будуины, чтобы ты рассказал, как ты anys наих weary cuarto дала? Расскажешь? Все ждут. Нет, ну это ж надо показать. Показать? Да. Давай отодвинем и покажем твои тети. А еще? Два. Три. У Antonio. eso, откуда? Какие люди этого сейчас идут. не переживут. Не, то это ж порно. Ну вот. У нас порно-канал. У нас порно-дитина мала. Порно-актриса, Ника и я порно-актер Женя. Ну да, да. Женя порно-актер. Ника порно-актриса и... Бэйби Хаб. Бэйби Хаб надо назвать. Да не, Хайп Фэмили. Хайп Порно Фэмили. Вот и все. Это ж наш канал. Бэйби Хаб. Бэйби Хаб, да. Это порно-хаб, это будет Бэйби Хаб. Главный герой Давид. Порно-давид. Он даже себя думает. Мы можем показать. Да, он, видите, какой малый. Вот вам и порно. Соски тут уже начинают. Ладно, Ника, давай, покажи им порно реально на малому. Пипец. Для них все. Если рука голана, то это порно. Если, блин, я не знаю. Голова без шапки, это порно. Пипец. Если ты без носков, это порно. Ну я вообще не понимаю. Ну а в там натуре комменты писали, что... Это типа какое-то стадо людей, типа, или что-то выросли, ну выросли десь, я не знаю, десь в какихся улах, или они не понимают цивилизации. Короче, это люди не в цивилизации. Поняла? Они за пределами цивилизации, и они считают, что все, что если носки не уйдет, это порно там. Не, ну а если я, например, привыкла, ходить в длинных футболках. Это порно. Это порно. Ты зимой перчатки носишь? Да. Значит, это уже не порно. О-о-о. Так что, если перчатки не носишь, это порно. Ты что, шапку на голову наеденешь, это порно. А они там ходят полуголые. Ну, я думаю, что это детки. Правильно казалось, что вам такое пишут, это дети. Это только могут дети писать. Ну, анатолия, ну, взрослые, ну, разве можно быть таким? Женщины постарше еще могут такое писать. Так, не стебайся, не стебайся, Бог. Ты же знаешь. Ты пьяный правильный. Ну да, я тоже, в принципе. Ты правильно кажешь. Ну, а что? Женщины постарше, они поймут все, я знаю, все. Ну, и все. Это мне не понять. Да, это, в принципе, да. Ты малолетка, да. Все точно. Может, когда-то, в доверком будущем поймут. Когда-то. Но это будет очень не скоро. Кстати, да. Потому что мне всего лишь 25. Да, это, бедики, 25 роков. Кстати, мне там написали, короче, комментарии. Нужно уже, может, я как-то почитать. По поводу этого. Сейчас вот. Сейчас я почитаю. Эй. О, боже мой. Так они сейчас открыты с открытыми глазами. Спыть. О, к нам посылка сейчас приедет. Друзья, нам сколько этих подарунков в шлют? Все просто пипец. После того, как мы выставили видео, и я закинула в историю о том, что нам подарили игрушку. Девочка, Маша. У нее ручная работа. Она шьет игрушки, делает. И она нашему Давидику шила котика. И после того, как мы показали, что она сделала нам подарок, теперь мне постоянно все пишут, ой, 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 я хочу вам отправить посылочку, я хочу тебе, Ник, отправить посылочку, я хочу, вот, Давидику сделать подарочек, отправить посылочку. И мне уже пять человек написало, что хотят отправить посылку, и уже одна девочка отправила. А четыре взяли данные новой почты, чтобы отправить. Поэтому мы ждем. Прикинь, пишет. И еще Соня обещала мне отправить вторую посылку. Прикинь, пишет. Я каждый день молюсь, чтобы видео вышло. Вы большой молодец, как отец, так и муж. Вот так, не одеком, а так обернули Женечку. Жена такая думается. Пишет, что вы несете. 38 лет, по-вашему, это возраст для внуков. Хотя вам виднее, видимо, у вас в семье всего 15, все в 15 лет рожают. И поэтому, по вашим меркам, Женя дедом должен стать в 38. А что они поймут, что каким дедом? Ну, типа пишут, что я в Свидбор, в Рик, на 38-м, я уже должен стать дедушкой, а не батьком. А дедушкой в 38-м? Да, да. То есть уже есть несколько людей, которые реально уже, ну, дуже багато людей в цем возрасте уже становятся дедушками и бабушками в 38. И типа, что я застоялся, и мне уже нельзя быть папой, а в тём возрасте я должен уже быть дедушкой. Представляешь? Другие? Во сколько... Это вообще жесть. Вот этот... Кто? У Вакарчука родился сын, да? Или там? Да, да, да. Да ты? Во сколько ему лет? Не, да. Ой, я не знаю. За 40 уже, там, за 45, если бы, за Вакарчук. Ну вот, ничего страшного. Я считаю, что это всё бред. Кто во сколько хочет, тот столько и рожает. Пишут, у меня есть одна знакомая, которая в 35 стала бабушкой, а в 45 у неё уже трое внуков, но это дочь, и у неё в 15 решила в маму поиграть. В 15-го родила? А вторая знакомая, наоборот, в 44 первый раз с мужем стали родителями. Всё время считалось бесплодным. Прикинь. Я считаю, что это всё... Всё просто... Какая разница? Это, знаешь, говорят, любви все возрасты покорные, так и про детей, говорят. Угу. А ты, Женя, как читаешь? А я только 38 стал папой, представляешь? 38 лет. Ты считаешь, что это плохо? Ну, мне обидно, что я просто потеряв дуже великую колькість життя, поняла, ну... А ты хотел быть молодым папой? Да, я дуже хотел быть молодым папой. Я дуже... Это моя мрія, Ника. Я до сих пор себе себе простить не можу, что я, короче, не стал молодым папой, отвечаю. Ты представляешь, сколько... Я стал, ну, знаешь, как хотелось молодым отцом быть, глядь. А ты что, уже старый или что? Не, ну, всё равно, это на той век, знаешь, что я можу там уже там что-то робити, там, співати, читати рэп там с дитиной, проводити більше часу, там... А почему не можеш? Ну, потому, что возраст тоже своє дає, понимаєш? Як не круты, я тебе скажу, що... Обидно, що я просто потеряв время. Ну, тупо потеряв время, і... Бач, отдав одной семье все своє життя, тупо все своє життя одав. А получив в ответ просто, ну... Короче, удар ниже пояса. Если уже, блин, напишут, що... Мне комментарии все скинули, щас я тебе скажу. Женя в шоке просто со всей этой ситуацией. Да, і Лера поступає дуже низко, називає тебя «этот чоловєк, а не папа». Ну, ти прикинь. Все життя отдав, блин, на дитині, блин, взяв дитину, блин, з... Ну, жінчину з дитині, блин. Все життя тупо отдав імі, а тепер мене називаєт «этот чоловєк, а не папа». Ну, а шо мы... Сказати? Отдав все, блин, все шумо. Ты хочеш в Монако? Едь в Монако. Ты хочеш в Ницю? На, Лерочка, едь в Ницю. Ты хочеш, блин, во Францію? На, едь во Францію. Папа тебе все дает. Ты хочеш ехать в Іспанию? Пожалуйста, едь в Іспанию. Едь в Барселону. Вы хотите в Дубай? Пожалуйста, едьте в Дубай. Папа, в Дубай. Ты хочеш последний айфон? На тебе последний айфон. Ты хочеш последний макбук? На тебе макбук. Ты хочешь АРП, цена, я тебе пару пар даже могу подарить. Блин, а теперь, ну, типа, этот человек, ну, реально, ну, блин, до слез обидно. Отвечаю, как я еще держусь, я не знаю. Что хочешь, рабин. Что хочешь, что надо дитине, все давал. Вот это самое то, что мне обидно. И за все эти годы, что ей будет 18, ни один раз в жизни, ни на одном видео, мне не сказали спасибо. Спасибо. Який подарок я бы не подарил. Что бы я не подарил, мне Николы не скажут спасибо. А если скажут спасибо, то это то, когда я зло посмотрю или попрошу. А я же говорю спасибо. Никогда в жизни. Я же тебе говорю, а потом пишут, почему ты в 38 лет, ты уже должен стать дедушкой, а не папой. Ну, пердела подтвердила, блин. Вот это вот самое-самое страшное, что... Знаешь, как обидно, когда тебе, я тебе говорю, назвать этот человек. Не папа, а этот человек. Но это надо было додуматься. Дитине назвать меня этот человек. За все, что я сделал. Ну, я не знаю. Я не аморальная людина. Я не пив, я не курил. Я не знаю. Я не дебошировал, я не приходил там скандалов, никого не обижал. Всегда жив тупо для детей. Ну, тупо-тупо для дитини, для жинки и дитини. Все життя я прожил для них. Все життя. Ты же знаешь всю ситуацию. Да. А потом, когда тебе пишут, что на тебя называют этот человек, этот человек сам доигрался, этот человек, охереть, прикинь. Ну, что тут можно сказать? Я не знаю. У меня просто словно мабля. А другий пишет, 38 дедушкой. Ну, конечно, когда ты все свое життя отдаешь, блин, дитине, нередной дитине, все свое життя, блин, считаешь ее родной, до сих пор ее называешь дочка, а тебя называют этот человек в ответ. Ну, я не знаю, блин. Это уже не людянесть я уже не знаю, как это можно сказать. Тупо с малого возраста, с полтора года воспитываешь детей, а потом тебе просто поворачивается задом или просто тебе взад, в спину ножом херячить. Это очень страшно, это очень больно. Я никому в жизни не пожелаю, чтобы кто-то пройшел в такой шлях, как пройшел я. Серьезно. Я никому в жизни не пожелаю. Я не хочу самому гиршому врагу, но у меня нет врагов в жизни. Взагалі нет. Николи, никому не хочу вам таке желати. Бажати. Чтобы у вас в жизни так сталося, как сталося в меня. Чтобы вас просто выкинули. И все. Вы не нужна речь, вы пиль, вы гимно, вы никто. Я никому не пожелаю. Только могу сказать одно, что... Блин, а что я могу сказать? Я всему даже випадку не знаю. Это життя, и... Бачите, что может переломиться. Когда ты хочешь быть счастливой человеком, некоторые люди, они не видят в тебе счастливой человеком, они не хотят, чтобы ты будешь счастливой. Все. И самое боляче, это когда твоя дитина назовет тебя та дитина, которую ты ростил все життя, открыл дорогу все життя, и эта дитина тебе больше никогда не назовет папой, а скажи на тебе, там, этот человек, или тот человек, или вообще пассажир какой-то, дядя, но не папа. Вот это дуже обидно. Ну, я выставки от всего взял. Жаль, конечно, что это... Ну, как-то вышло очень поздно, можно сказать. Поздно, что мне уже под 40 лет, и я осознал, что... Мною просто пользовались, а никому я и нахер не надо был. И я только сейчас понимаю, насколько я только нужен вот этому человеку, который возле меня постоянно, который меня любит и говорит об этом каждые 10 секунд. И вот этот маленький ребеночек, в котором течет моя кровь и мои гены, который никогда от меня не отвернется, я надеюсь, конечно. Потому что жизнь такая штука, она и узкая, и широкая. Так что у меня сейчас есть семья, и просто я жалею, что это не случилось раньше, вот и все. Это на вопрос, на который вы написали, в 38 надо уже ставить дедушкой, а не в 38 быть папой. Ну, обидненько, я вам скажу, обидно. Был бы я девочкой, я бы плакал, наверное, в подушку стопудово. Но так как мужчина, надо держаться. Но мужчины тоже плачут, так что... А что у тебя плакать? Ну, обидно. Что именно обидно? Ну, то, что я... На меня говорят, что я не папа, а тот человек. Что я жизнь отдал человеку, людям, понимаешь. Отдал для девочки. Взял девочку с мамой, сделал для них все. Все, все, что надо. Кружил все, что надо. На, пожалуйста. Даже вот последние, когда, месяц назад это было. Лерочка, дочка, тебе надо денежка. На тебе, 7,5 тысяч долларов. Открой себе этот какой-то маленький салончик, там, я не знаю, возьми в аренду. На, и хочешь эти деньги, возьми в институт, закончи. Да, спасибо, папа. Единственный раз я тебе сказал. Она мне пришла, когда я дала деньги. Она мне обняла. Первый раз в житии. Прямо обняла меня. Спасибо тебе большое. Только спасибо скажут, когда ты что-то даешь, понимаешь. Ну и то, когда подарки все дарили мне, спасибо сказать, это очень-очень-очень редко было. Жалко, конечно, что так, что життя так закончилось в семье, но мы можем то, что мы можем. Это очень страшно. Это очень обидно. Ну, реально обидно. Я просто до сих пор даже каждую ночь просыпаюсь, когда даже спим. Мы спим очень мало. Мы спим как. Ника, с утра, с шести утра дивится за дитиною, а я всю ночь. То есть там, с 11 ночи, Ника лягает спать, а я постоянно малого кормлю, Нику не бужу, чтобы она хотя бы поспала, потому что для нее очень важно это ночь. Если она ночью не высыпается, то потом ей день очень плохо, она себя чувствует. Да? Да. и мы домовлялись. Я всю ночь сижу с дитиною, а вона уже все с самого утра в процессе. То я даже в среди ночи просыпаюсь, несколько часов, если я там час-полтора-два посплю, иногда это бывает три часа, это, конечно, вообще, это повезло. То я все равно просыпаюсь, и до сих пор у меня все мала перед глазами, Лерка, прикинь, Наташа перед глазами, и я до сих пор не могу поверить, что она со мной так поступила. Прикинь. Отвечаю. Это каждое утро, ну, вот так вот, в каждую ночь просыпаюсь, и я не могу понять, как? Типа, как с тобой так могли, типа, поступить? Ну, те люди, которых ты божився. Я ж, я вообще восхищался. Я сказал, у меня самая лучшая дитина, у меня самая лучшая дружина, я сказал, все даты, я памятники буду золотые ставить. Йо-моё. Ты знаешь, да, ты знаешь? Да, да. Ты знаешь, я кого я был? Да, это просто пипец, ребята, вы даже просто много не являете. Как я Ники сказал, последняя переписка у меня была с Наташей, она мне написала, что, ну, когда? Ну, вот прям, ну, когда я переписываюсь? Не, 6 назад, 7. Последняя переписка, она мне пишет, там, у меня будет там операция, у меня будет то, там, у меня 2 операции, у меня там... Это вроде, когда я была в больнице. Да, 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 ты, по-моему, была в больнице. Она меня чистила. Ника чистила, я с Наташей переписывался в фейсбуке, в мессенджере. Она мне написала, у меня там, блин, 15 сантиметров уже опухоль, там, что-то. Потом, у нее еще одна операция, там, на груди, короче. Я уже Ника приходил с реанимации и выписал, уже день прошел, я говорю, Ника, я сейчас с Наташей переписываюсь, так-то-так-то, у нее по проблемам, говорю, по здоровью. Я говорю, я за ней переживаю, реально. Было ж таке? Да. Я не совру, я клянусь. Я говорю, я переживаю, я не знаю, что делать. Я всегда за ней переживаю, потому что, ну, я всегда Ника сказал, если что-то надо, я говорю, я буду до последнего, до останнего вздоха. Если надо, я буду помогать. Надо буду собирать гроши, там, какие сборы работать, если там надо, чи на операцию, чи на что. Ника это завжди знала. Николи не сказала ни словам, ни там, не надо этого делать. Кто она там такая, блин? Никогда в жизни, Ника, никогда в жизни она такая мне не сказала. Николи вообще в жизни такого даже не было. Мы даже за это не разговаривали. Если у меня какие-то проблемы у моей дитини чи у моей бывшей дружины, это вообще не обсуждается. Я всегда иду и там, и делаю, допомогал бы. А, ну, до меня так просто сейчас поставилось некрасиво, что я в таком шоке. Тут за людину переживаю, за тебя переживаешь, за тебя думаешь, как у тебя операции. Я тебе говорю, хочешь, я поеду с тобой там в Киев. Если надо, я поеду. Я там могу посидать, нет, ты что там, все, для нее это я враг. И после того, что ты для люди наробышь, ты за ней переживаешь и так далее, ты бит, вот такие сразу, блин, а нож. Просто, я считаю, просто жесть, блин. Запрещать тоже с малой мне, прислала мне Наташа сообщение, чтоб я к ребенку вообще не подходил. В приказном порядке. Еще раз подойдешь к моему ребенку и вообще до нее дотронешься. ну там. это же вообще пипец, но я Ники читал сообщение. як все так, была моя даты на все 18 руки, вот тут, блин, еще раз подойдешь к моему ребенку, ты ей больше не отец, ты официально от нее отказался, чтоб ты больше вообще к ней ни на шаг не приближался и вообще ее не трогал. Ты понял меня? Не знаю. Я, конечно, я в шоке. Дуже обидно. Вот так вот, папочки, если кто-то меня слышит. Знаете, что, если вы берете женщин с детьми, повернуться может против вас это, а может и нет. Тут как карта ляжет. Так что, понимаете, если вы берете ребенка, вы не являетесь биологическим отцом, жизнь может закрутиться, завертеться так, что вы просто можете остаться ни с чем, вас просто обдерут до нитки, используют, вы никому нахер не надо будет. Так что, тоже об этом задумайтесь. Я тоже никогда не думал, что меня могут так облапушить. Никогда не думал, что ребенок меня назовет не папа, а этот человек откажется от меня. женщина, от которой я прожил всю жизнь, от которой я ушел. Поступит так, забрал у меня все, захочет забрать все. Вы как-то увидите видео, я просто очень сильно много материала уже подготовленного, но это будет все после судов, потому что там же суды, она понанимала кучу адвокатов, платит большие, огромнейшие деньги. Посмотрим, я потом это выложу, я не буду сейчас до суда это выкладывать, я потом все выложу, вы увидите все, вы узнаете все, это будет резонансное, шокирующее видео. Просто то, что я видео выпускал, вы плакали, писали поддержку, вы там прям нас до небес поднимали, вы там все нас поддерживали, вы как увидели первое видео, все, что я запустил, да, разводимся, вся правда, Наташа и то, что Лера не моя дочь. А это будет еще круче видео, то, что я вам расскажу. Я сейчас просто не могу этого сделать. А что я пропустила? Да, что я готовлю материал и этот. Что, резонансное видео? О, то ты уже ци... Да я хотел тебе нормально... А ты разогрела? Да. Ой. Что? Не показывай, у меня не лежат. Ну, я еще не полностью голая, ты мне показываешь, сильно одетая. Так что выпущу видео, что я материал, какие у меня есть, какие я набываю себе, снимаю, людей снимаю, там... Вы все это побачите, но сгодом. Мы просто, я поднимемся, как пройде суд, что будет, на что Наташа хочет, что она хочет что-то выбрать, может она вообще взагалі хочет выбрать. Все. Я же не знаю, как она будет. В общем, пока что... Пока что так. Ну, в общем, вот так вот, сказал папочкам и мамочкам. И скажу каждой женщине, каждой девочке, каждой мамочке, что если вы встретили своего мужа, если этот муж не есть родственник вашего дитини, то бережите его и скажите чаще ему спасибо, скажите дякую. Потому что эти люди отдают вам все свое життя и всю свою молодость. Можливо, вы это не понимаете, но я думаю, что вы понимаете. Это просто окремая одна людина, но такая попалась в мире, что не сказала мне слова спасибо за все. А просто запретила все и хочет все от меня выбирать и забрать. Да и убить мою дитину. Наваживалась. Так что просто бережите своих чоловеков, своих парней, берегите своих, я не знаю, мальчиков там, пацанчиков и говорите почаще спасибо. Так я пошел, если надо что-то. Нормально ты точишь. А то тебе. Да. Что-то такая штука. Бисквит. Надо попробовать уцелить. Так а шо я просто хочу в этот. Хочу. О, да ты шо. А шо ж ты такая красавица, блин, а чуешь, что библион так чаек, так ты зарабила. А шо ты пьешь? Лимонок. А, я думал ты чай, дивись. Ой, я хочу, даже не знаю, они все красивые. Так они все как раз попарны. Тебе две такие, две таких. По одному, короче. А ты какой будешь есть первый? Ну, мне пофигу. Я, наверное, вот это и съем с орешком. То давай я чай сделаю. Че ты это? Не хочешь? Я не хочу водяться. Давай умываться, Ника. Давай, мы бы только проснулась, выплачьте, что мы не уйтины, не обраны, не собраны. Мы спим там вообще, ну, не какой спать по 7 часов. Это для нас и тоже хорошо, для мамы это хорошо. Но на 7 часов спать с 11 до 6 утра, дай. Я 5? Ну, да, 6, 7, 8, 9, ну да. Ну да, я же еще ночью поспал 3 часа. Ну да, я же вся просыпаюсь. Пошли, наверное, помою, умоемся, по чистым зубам, потом уже, короче, приберем, малый спит, пока есть 2 часа. И, кстати, мы вчера дивились Дом Дракона. Первая серия была Дом Дракона, блин. Ника, понравится вообще сериал? Да. Да? Так что, дивиться Дом Дракона в Игра Престола. То есть, это новый сериал, новый хит вообще. Да пошли умоешься, потом поедешь. Ну, что ж ты за дотинах, а? Рвать к тебе тренер. Боже мой, шуменый на голове. Это я таки на видео был. Ё-моё. Ну, ничего. Это жизнь. Это жизнь, да. Скажи тебе. Ой! Что? Не показывай меня. А, ты прячешься? Я еще не слишком голая. Я слишком одетая. Ладно. Такая маленькая щетка. Что плохая? Она нам выслала девочка сегодня новая. Щетки нам выслала? Ну, это та девочка, которая до вида выслала вещи, и мне... Боже, сколько подарков. Шлют, кушать. Не надо! Шлют, кушать. Я очень не хороший, очень хорошо избирается. Обязательно здоровы. Мама любит так, как ты разбираешься, как ты commodity, папа приходит за меня. И говорит, что ты очень любила, чтобы я тебя держала. И Рита сказала, как ты об��łam на мене. Как ты нев dxriers на меня на прошлом, что ты не puesto что ты помоглу до совместанца. и все остальное. Если мне с тобой уже повыло, как и есть, я не скрываю то, что мне с тобой уже пройдет. Я тебя очень сильно люблю, хочу тебя областелить, беречь, начать вверх, приходить, расстраивать тебя, и ты хочешь с тобой бороться. Хочешь жить с тобой всю твою жизнь, потому что, я считаю, что ты достойный и очень хороший человек. Я считаю, что тебя надо бороться и никому тебя надо отдавать. И цены с тобой очень, и так ты делаешь. Ты очень хороший человек, мужчина и папа очень хороший. Я считаю, что ты папа лучше, чем я маме. Мне все поначалу очень угнетало, но я смотрела в тему, что ты работаешь, чтобы у нас больше семья прямо заботишь. Это неприятно тренировать, но это слава. Ты у меня очень замечательный человек, ты большим фронтам, очень хороший человек. И человек хороший, и мужчина это хороший папа, это очень хороший человек. Я очень рада, что ты маме такие хорошие девочки, мне так с тобой повезло. Я считаю, что я надеюсь, что я не достойна такой заботой, как ты. Я надеюсь, что там хорошая жизнь, это замечательная женщина, как ты, но мне сильно повезло. Может, я что-то хорошее в жизни сделала, может, мои хорошие поступки вертаются мне, именно такими людьми, как ты. Я уже много добра людям заработала, но никогда бы мне всё добро не верталось. Мне верталось только поганым всё моё добро. Я 25 лет страдала, потому что я делаю людям добро, оно мне не вертается. Может, мне добро вернулось бы. Таким замечательным мужчиной, что сейчас все заведуют, что у меня такой ты. Прокламаешь, потому что они думают, что за что-то, за оптимизм, что такое счастье привалило. А может, это за все моё запрошу, что я сделала и что я не вернулась? Правда, скажешь, что добро у нас остается, а может, он мне вернулся? Не то, поскольку я мою человеку. И я? Да, я очень рада, что ты мне вернулась. Я тебя очень сильно люблю. Я не могу тебе не отдать. Ты у меня очень хорошая. И я считаю, что они с письмом с тобой не говорили. Для вас искать мне дань, что ты с тобой. Что ты, когда у меня находишься, скажешь, что оно, Дима с тобой иметь, письмен с тобой иметь. Что ты, когда у меня рядом. Я тебя очень люблю и очень рядом находишься, потому что это очень плохое счастье. Да. Так что, спасибо тебе большое за то, что ты так про меня забываешься. Забываешься про нашу книжку с тобой. Что выражаешь нам, чтобы я больше отдыхнула, чтобы ты больше устарежна. Ты мне умираешь больше, чем ясно. Я отдыхаю больше. Потому что ты мне желаешь и забываешься про мою. Устаешь больше, чтобы я устала на ночь. Я с тобой, как ты хочешь сказать, бачу. Я уже вижу, что замельчаю. Ну, что надо было запитать на видео. Что за хим, какие-то твёрматики. Хм, какие-то твёрматики, которые приятный к 별로 Poseuciанную, мы пытаемся с этим видео. Чтобы стать нашим вариантом, чтобы вы не хочешь。